оля ты слышишь нас никого нету оль симоненко с нами никого нету лета с нами ну просто она видимо отошла да я хотел здесь да вот как бы я вчера как раз вот вам написал сообщение чтобы вы молились о сестре нашей елене вот и она как раз вот сегодня то вчера на занятиях вот это все вывезло нее наружу вот ну я верю что вы молитесь они я молюсь значит но сейчас вот она закрылась и не хочет дальше общаться на эту тему видимо понимает что что-то не то сказала может быть и все вопрос у нее был мы с ней переписывались о наказании детей она считает что вы девочек никогда не наказывали потому что у нее дочери вы знаете его положение что вы ее и обличали неоднократно что она отрезала эту пуповину вот и и не молится она своими словами может быть по причине того что дочери там как-то одно время по скайпу не выходила на видео когда я просил чтобы сестры нашем в одеянии причина была что дочь со мной спит поэтому чтобы ее не будить она вот видео не включала а потом когда дочь и другой комнате спала она тогда вот включала и выключала то есть дочь для нее это какой-то мини идол которую как я понял которую не нужно наказывать ни в коем случае и она жаловалась что ее отец ее бьет то есть наказывает мы просила как упрощение что она плачется в жилетку как бы ну а я говорю такого как писание повелевает наказывает на тихонич наказывает и мальчиков и девочек четко какая дискриминация нет библия не говорит что девочек нужно наказывать вот вчера игорь добунов да как же не говорит если дочь священника гоняем он другой пример привел да и в новом завете в ветком завете там дочь священник это он другой пример привел что если пошла куда-то налево гулять ее изнасиловали и она не кричала там пол все ее сжигают как не наказывают пороть не надо его сразу на костер я когда с ибена это переписывался она ведь не надо наказать конечно не надо наказать сразу в печку говорю и все если уже ничего если она ходит ноги всем раздвигает что ее наказывает уже поздно уже раньше надо было когда у тебя младшая наказывает он и правильно отец то делает когда младшую наказывает а старшую 18 лет наказано танцами занимается и брат игорь дебунов обличил ее она в слезы я думал слезы покаяния она видно я вспомнил как раз машу барабаш то что смотрю плачет она чё думаю плачет она кается думаю радостно за нее оказывается она плачет что и танцевать нельзя ходить там помните эту историю то тоже было в общем благодарю вас за молитвы бог даст она образумится но она считает себя правой и просила меня вчера в переписке поговорить с вами чтобы вы рассудили сейчас что-то не хочет может быть я не прав может быть действительно вы девочек не наказывали может быть действительно детей не надо наказывать может быть действительно вот как бы вот в этом спор возник то истину православию книга не есть тема о семье там все нахожу и когда я начинаю говорить меня замечание делать сразу из того это уже говорили одно и то же но люди договора на дое тоже скоро учат мама была раму каждый год а то и тоже были это разные да вот так и здесь я ничего к этому добавить не могу что сказала святая библия и в этом все пусть считают смотрят я сказал не слушай на мне греха нету в этом вопросе если ты не говорил он погибет а кровь его я защищусь от тебя а если говорил кровь его на его голове а ты спас свою душу в языке или 318 так что от меня не вы ничего не дождетесь кроме того что уже сказано я вчера и сегодня и вовеки тот же должен быть по слову божию как господь подражайте его он такой же у меня изменение в том что я говорил вот это записи какие есть 20 лет назад они не изменились ни грамма нигде осталось то же самое постоянно говорить об этом как это сутармин там да 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 мне зачем говорить я сказал все разводе беседы ролик поставил только что она зашла спросила ее помещали а ну что который теперь он вечер и другой был еще вторая что не сказала ну да я вчера я вчера тоже этот ролик посмотрел допоздна как раз с этой вот женщины потому что у меня же похожая ситуация так а теперь смотри второй ролик позвонила чтобы убрал ролик а его и не было еще я не поставить раз так уже заинтересовались и с ней говорил не глазка нету там увидишь сегодня я выставил ее и она уже не против что и разговоры весь разговор выставили она рассказывает о себе и успокоилась вручился ко мне под язык то видите она ко мне позвонила я распоряжаюсь это мой материал я записал ну да да и вот у да вот оля то тоже была на этих занятиях она почему елена то на меня восстала я говорю давай я опубликую нашу переписку она я тебя просила удалить ты в моем доме ты пришла ты меня обвинила в том что я лгу что ты я тебе не верю вот что ну ну ты меня как бы получается вот под язык под мой залезла теперь 1 записки я не я ничего не говорила ничего не ничего не это я все я за наказание за наказание но зачем тогда этот спор весь возникать потом мы с ней общались когда равенство жены мужу как это очень это называется феминизм вот она пишет я ярая феминистка я вот она то живет получается с разведена живет в одной квартире с отцом ее младшей дочери и ведь мне не нравится как он ее воспитывает он ее наказывает я против этого а сейчас ну а и тот же говорит что зал вчера занятия было я так и я и так и не понял что она хочет тот от нас то вот или я что-то не так это да понимаю вот я поэтому и сестру волю хочу спросить потому что она присутствовал то на занятии я против я не наказываю не наказывается мальчик-то не слушается пришла домой она заметила там товарищ был он ему там достал кубышку там отдал что он не знаю что делать он под кровать сунулся она у нас это не может она стоит уфи лежала на туфет он запустила и все поразит такой заказать тебе надо ну прошло маленько времени там ну ладно была пойдем обедать никого нет она полезна он уже мертвый лежит она каблуком прямо в висок ему залепила наказывать нельзя у нас рядом с нами сущий был ребенка учить нельзя и накапливается накапливается и наконец твои руками отец считаю убил сына и все да не за что-то господь так что поднял дьявол конечно господь допустил так скажем я знаю таких примеров много конечно счете это никак нельзя я не наказывал зачем вы камни никто не видел какая ребенка наказывают ни один человек не видел за 45 лет я увожу в отдельную келью закрываюсь и дальше там с ним работаю а все молятся стоять как его наказал никто не знает ни одного человека тем более девочку я снимаю щеку скажу с ними штаны там этого накажу то девочка я никогда не этого не сказала не скажу так что я бы зачем буду доказать наказал не наказал считает так и так а для меня это хорошо потому что исследований были прокуратуры всех детей осматривали кандидат медицинских наук в отдельной комнаты я не сказали вас убивать не избивает говорит мальчик один а наказывать за наши дела она не знает ну пока один бы синячок какой-то был что-то нигде еще поняту а мне близки прокурор района и близки прокурор тайского края уберите это и что из устава наказывать физически я говорю нет это необходимо у меня порядок я не два дня был в начале детского лагеря в 45 а теперь уже 48 в другом варианте и формате еще три года вот так приезжали тогда тут были 23 года назад уже здесь мы перешли в новый формат деревне жили приходилось мальчиком разбираться где старой я его завел там побеседовали и жалуются никто не жалуют и когда уезжают родители стоят отец и мать я ставлю ребенка на прощание между отцом и матерью а сам стою рядом теперь давай говори володя тебя наказывали наказывали зря тебя наказывали или нет нет не зря родители стоят смотрят и смеются вот так был один парнишка уезжает уже в вагон сели а тогда поезда останавливались днем на нашем подстепленском родители то я говорю и теперь теперь отец на нем приехал с украины ну сколько тебя попало нисколько как нисколько а ну славьте трех и полейка дерну для памяти засмеялись и поехали вот приезжают и никто-то просто так а специально директор кэстерского института из лондона прилетела и сопроводительного состав кинодави это счета стоит еще рассматривает все разописывает движущая сила не розга она писали тире любовь с большой буквы дети это понимают дети будут не могли посыпать знали что я ночью возвращаясь из больницы когда лежал и все в лагере в деревне стояли там при луне и ждали когда меня привезут одно это тоже чем построить а его зачем же вы делаете среди ночи не как а потом с флагом нас встречаетесь миссионерской поездки идут флаг российские подняли их нам идут это может записаны на ролике но а вот еще вопрос о наказании со злобой лучше тогда вообще не наказывать чем делать это вот конечно лучше лучше не сравненно лучше как сказать как наказать что и у меня нам не наказали физически повторяю ненравственное физическое наказание разнообразное было и за 48 лет у полвета считать никому не доверил наказывать детей вступил на территорию лагеря родители теряют право над ребенком не разрешаю наказывать вы можете его забрать дальше делайте что угодно ваш ребенок но вы не его сдали все теперь я отмечаю до тех пор пока вы его не заберете так вот конкретный вопрос священное писание говорит о наказании девочек мамами или привели же уже уже не я наказываю а бог повелевает наказывать или как-то отнять им жизни и притом намного строже чем обыкновенная девочка если она была дочь или священника то побить камнями за несохранение девственности только один грех а где говорится мужи братья библии ты завели сколько раз там там сто 15 или сколько раз и ни разу мужи и сестры почему потому что к ней нельзя обращаться и где говорится о мальчике это значит о девочке библия не ведет родословную по женской у нас так говорит мама родила нет в них авраам родилась а то понятно что родить не может мужик но не положено родословной вести по мужской линии накормил господь 7000 рядом не считая женщины детей почему несовершенная и женщина не ходит в счет переписи их не писали их как будто нету писали от 20 лет и выше они же не считались вы должны понять язык библии где говорится мужи и братья отцы там везде означает обращение и женщинам потому что ты повторил мужчину и женщину сотворил их как будто единое целое двое одна плоть да понятно то есть когда говорится наказание мальчиков это говорится я наказание девочек и разделять при привилегию девочкам нужно да еще строже да 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 я или не точно так же это все вот прям так же и говорил потому что я с вами тоже много лет она нету мне надо вот доказательства в библии конкретно чтобы есть библии напишите мне что мать должна наказывать дочку причем она ведь я с этим согласно я знаю физическое наказание но я против бездумного наказания когда отец там при это и при этом материться но он если не верующего по-другому не умеет но он наказывает там смотря за что и как тоже это конечно нужно во всем разбираться и я с вами согласен что лучше вообще не наказать чем наказать так после чего дальше я цитирую лену дочка может уйти и отдастся кому-то кто ее первый приголубит так хочу это за а подсветки думать то не надо это уже дальше советская зараза вот я накажу он убежит и на юстицию это тебя не зависит тебе бог дал поверение наказать все больше не надо еще думать да и надо думать да да вот то есть да здесь вот вы со мной согласны я с вами согласен и я как бы или нет а пытался донести эту мысль но не принимает и вот упертые вот пока на своем ну вот она утверждает что игнатий тихонович только пугал они наказывал я говорю если он только пугала не наказывал то лжец получается если он сказал что есть наказание в лагере значит они есть мальчиков и девочек она вот тут вот уперлась нет он только мальчиков девочек нет не наказывал я буду доказывал говорят что да все физическое наказание понятно да но здесь здесь я с лена и согласен что наказание мальчика и наказание девочки должно быть разное в том плане что вы с девочку никогда и не оголили ягодицы тут тут и понятно вы мужчина но если отец плотской дочку то имеет право он по голой попе или тоже надо через юбку это делать то не обязательно штаны снимать ее унижать ну так и понятно что и не надо пугeltemi видео ились никто пока они тебя по lifespan час был за разбился до смысл да 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 потом эти свадения дополнительно одеть но вот по поводу феминизма тоже я из вашей же книги открытым луком нашел по послал а потом смотрю на ролик выставила где лукашенко говорит о том что да у нас всегда наказываю чем у нас учить это ювенальщики там видать тоже хотят в госдуму выхнию на белоруссии провести закон чтобы они подсматривали в семьях кто кого наказывает и законами пытались регулировать семейные конфликты лукашенко сразу отмел он говорит я мне надо я за ухо взял его в угол отвел надо я примем на пару чем у меня будете тут это самое зачем вам это будет никогда этого я не допущу и он прав в этом отношении то есть он чем опасны то вот эти феминистические движения движения идет к развалу семьи а семья это создание божие как бы и бог охраняет ее и церковь вот а фемия да но не может быть христианка быть феминисткой это определенно то есть если ты обещала христу она только думает может быть а она как она будет ей я это только что не согласна а ничего она не сделает вот мы были в германии у сортицон валентины дмитриевны и она прямо говорит она на кухне там щебарничей а я записываю не тайна открыто я где муж то где я все время считала себя умнее и его все время его учила чтобы крайнюю сущенную ровные мы наконец поздравнилась никого нет я одна ушел другой она говорит и смеется вот и все открыто я хоть я все время казалось себе намного умеющего но немец тамошний германский но отношения сохранились хорошие там и так то никаких претензий не было но я его сама все время унижала выходит и она открыто это говорит она не феминистка но она так научно было а теперь а теперь я вижу что я не права она все говорит так и здесь я феминистка феминия феминист это женственно женская в оскоренном мужчина это понижить вот они на этом не останавливаются дальше вот они теперь из биянки на этом не останавливаются отчина штущи на небесах она но отец там написано а и мать очень и мать шучи на небесах она на небо уже лезет она не может остановиться потому что сатана уже на цепи бьет ее об забор какую-то мелкую шелудивую собачонку где это есть два миллиарда мусульман 1300 лет никто этого слова не произносил вольность женщины нельзя давать она должна быть под строгим надзором понятно да мальчишка ну сколько там лет 15 16 не знаю берут его в интервью отец-то где отец шахид был он взорвал сам себя я такой же будут а мать так мама одна моя цена ты узнаешь она привод приводит мужика ночует и уходит он маленько поставил зарыжу а сестренка есть есть сколько лет двенадцать но если она с парнем то будет дружить чего дружить будет отдельно там тем зарыжу он делает все как положено по их учениям учитывая шариат и другое национальное обычай но приставь себе дочь сидит за столом все он не полагалось под самым братом там не написано он решил отцу сказать он тоже не знал последствия богато живут папа айша целовалась мужчина ну-ка дочь он говорит да папу это мы спектакль представили вот это прислонился как прислонился но это открыто было на сцене это по режиссу это я спрашиваю целовал или нет да папа это так сразу за пистолет и прям за столом я застрелил за столом то что крайне безумно но они следят этого не отнимешь советские стоят издалека виде девушку приблизилась в объектив и сфотографировала они заметили маленько прошло несколько секунд двое быстрыми шагами подходят подошли к нему мы просим вас сотрите да это далеко я бы сказали сотрите я была без паранжи мы учимся в университете и когда уверен что мужчина наш снимок где-то будет от выгонит из университета сразу я говорит уже показал как я стираю стёр видите чисто вот как это сегодня советские пишут поехали не там какой-то меня мини-футбол играть вы слазите рука ходить и самолет они выпустили одеть одеться как положено как длинное платье должна быть платки что были вот как у наши полосинки небо тогда будете играть на футбольном поле все другая прилетела с посольством спускается ее полицейский остановил а вы без плотка ну и что вы без плотка вы имеете право заходить и юбка должна быть вот такая до полу а почему вы указываете ли я деликации деликация вон она ждет вас верните самолет одетесь иначе прямо только ступите сейчас трав это ваш ваша территория но как только сейчас на землю ступишь я сразу арестую тебя 40 ударов палка через 20 года поедешь домой 700 тысяч долларов заплатишь она мигом вернулась пододелась вышла как мусульманка а у нас так не делаем вот она секретарь не секретарь ну да секретарь городского у в.д. милиции морозова александра его берет собой влад тут галенко он у них работает фотокорреспондентом и она переоделась и вот вышел журнал милицейский там охрана называется и она там сидит красивая такая одета и улыбкой все время не надо было ей грозить ничего не делали просто мы молимся и мы достигаем намного лучшего результата чем если бы я его угрожал убил молитва вот такое дело я говорю опыт моей жизни ни одна девочка никогда не показывала что-то оголенное до большинстве случаев беседуем говорим но девочка заматерилась неё я уже без наказания не оставлю клону жгучую крапиву и проводи губами по если боишься значит наказали по я беру на себя я выхожу перед строим жую эту крапиву у меня все губы болдырях и она тогда поворачивается назад она нахажите меня подход разный полнее не такой положу я буду заказывать лагерь у тебя будет такой образованный тебе дадут родители дети и тогда будешь а пока я разберусь там так еще вопрос о физическом наказание мужа жены тоже у нас этот разговор зашел и я так понял что у сестры было это и она я больше никогда замуж не выйду и причиной вот это что ну должно быть равноправие как это смысл что причина не просто там что там богу служить хотя она это пишет и и правильно но она уже не дева вот и у неё почему постапал не доказывать на праве и говорит не нужны жена жена для мужа была сотворена вот и есть ответ она может быть генералом и фрейтор термона подчиняться нужно маргарит течер железная леди не прозвали железная я спросили самое главное у вас утром какая задача нагрита кормить мужа там причина развода как раз что перестала мужа кормить и все и теперь вот ролик вышел как правильно наказывать что-то мне знает легко чтобы она раньше было отец дочь замуж выдает и плетку передают плетку то есть наказали девочек разности нету и я его ему говорит вот я ее сохранил вот вот моя помощница показывать на плетку может быть она на до конца а теперь теперь передаю заботись они там и вот теперь я говорю ложусь спать когда рядом на подушку между нами кладу эту плетку и я рассказала смеется а теперь давайте начнем помаленьку давай понадобить и достигнуть ему больно-больно еще 5 это больно-то привыкая помаленьку я тебе помаленьку приучу чтоб плетки не боялась а меня любила это муж жене так говорит говорит да вот а у а у лены прям страх панические вот этих плеток наказание я говорю не бойся она была у меня на занятиях увидела как собак тоже этими прутиками то наказываем когда коррекцию делаем и вот ты там вроде как я видела как ты собак наказываешь я вот больше с тобой как бы ну как да вот мы этими стеками работаем пинать конечно это да да и писание говорит бог говорит вол знает ясли господина своего вы народ мы не знаете меня во что вас бить еще то есть понятно что скотину всегда били что ты идешь на меня с палкой разве а собака их укращает всегда животных без этого никак каждое животное естество укращается и укращено и сестом человеческим а если у меня не будет инструментов как он укратить у собаки зубы у тигра зубы а человек голыми руками давида ему бог давал такой удар голыми руками пости львам рвать у меня нет такого дара мне приходится стеками пользоваться дрессировочными рукавами костюмами то есть тот кто противостает против этого против слова божия против бога восстает вот у меня за это твоя душа переживает человек принял крещение до недельку посчитаешь подумаешь и и поэтому я имею учителя около тебя который мне будет помогать а кто это то что я сама поймешь что она не слушается тебе захочется верить дернуть ударить что в руке есть как раз ты она дочь твоя подкарбить что я правду я говорю вот эти шапки рано адатуры женщины не носите платочка ходите нет нет шапки не говорю с собой деньги не берите вечер будете ключи в сумочке не носите чем более паспорт я говорю говорю много раз говорил она идет с работы получила за три месяца деньги ключи паспорт все в сумочке он встречает ее какой-то вот ему сообщил долбанул сумочку вырвала был топовский о ком я говорю о марине точно я говорю сколько у меня помощников по точки пришла вот да тут понимаешь сергей тут здесь существует качество лидера привлекательность да то есть не не у каждого но это есть вот дай бог когда тихонь что у вас такой дар есть и вы лидер истинный пастырь овец наших заблудших но когда овца говорит что кроме этого пастыря никого больше слушать не буду вот это уже настораживает то это уже идолопоклонство прямое самое настоящее да да ведь да лишь бы коснулся и и да и и молюсь вот я обычно так вот она не так я выписана бумагу ей все полный текст их опыте и вручаю вручаю и говорю вот смотри я исчез меня нету я умер а это останется живым теперь эти слова на суде божьем увидишь как горят на своей головой тебе надо в них войти в эти слова поступать я уже все сказал зачем так и вот еще по у меня вопрос по поводу я не досмотрел этот ролик с сестрой которая венчанный брак то у нее было она не знала и вот что теперь вот вы как бы совета напрашивается расстаться с ним раз он и болеет и все и вот но у нас то в общем это правда не венчаны то есть это имеет вес был венчанный брак или не венчаны вы говорите что если блудники были то есть не венчанный брак то ну два блудника когда бы потом допускаются повторные браки и венчание но венцы уже пока бы по идее то и не надо надевать раз они действенность не сохранили вот но если по высокой шкале то конечно брать что он действеник она действеница только тогда этот прагмили богом но сейчас мы мы жили в языческом как бы в безбожном мире и сейчас найти девственницу жену это ну девственника мужа просто нереально и церковь может быть поэтому лучше жениться нежели разжигаться они же тоже разжигаются которые были в браках и вот и ну жена ушла ее ее тоже эту девушку то жалко она как бы не виновата что ее папы там обманули как вы говорите вот и она обжить без него не может и подталкивать ее на развод тоже брак венчанный хоть он и недействительный так может быть этот был недействительный я вот считаю что мой был недействительный брак с моей венчаной но гавера вообще не было и когда женился я точно знал что я буду изменять то есть мы как блудники были в два блудника сошлись обряд это совершили в церкви по по настоянию мамы моей она тоже была неверующим крышок все как у людей я не к тому что это жениться хочу я мужчина как бы у меня тоже похоть играет я живой человек и вы знаете о чем я говорю вот но священное писание говорит женишься на разведенной прелюбодист меня это останавливает я тоже хоть я и и считаю что разведенный тоже вот и вены голодыщук она когда крещение принимала статус не замужем но она два раза была замужем у нее статус разведенная раз они не вечен и значит на свободы если ей можно по канонам замуж выходить или нельзя тоже вопрос остается открытым видишь церковь установила живой она считалась и потом венчаны не вечен и так она уже там сколько раз я у нее был не первых все запутанное поэтому церковь ограничила венчанием и я думаю это правильно знакомая мне одна я лично не встречался ну по всему понравилась она мне хорошая музыку пишет верующая пришла в берег нам тут на занятиях у нас но я вот и приезжай летом то у нас побудешь у нас эти неженатые парни сказал она готовя их уже знаю я помню да я о ком думал она говорит уже познал женщину а я сохранила себя и хочу чтоб такой же был муж да это и справедливо но и вы правильно говорить если у него уже был зачем тебе детстве искать бери такую же которая брошенная а брошена она разведенная на разведенной нельзя жениться то что писание говорит хоть она и не вечен она на разведенная стату же разведенным ее или все же нет церковь правильно это если она перед богом обещала богу быть верна это одно а когда просто в блуде жили как бы то это другой церковь разрешает потому что я из батюшка разговаривал то есть он сначала мне говорит что да я повенчаюсь это будешь жениться потом мне то есть тоже спорный вопрос потому что я ему объясняю что у меня венчание это не было но я не был членом церкви я некрещеный был тоже такой вот вопрос с ним я говорю вы узнаете говорю можете можно мне по канонам заключать брак он мне сначала ведь да у тебя будет брак это у тебя будет первый церковный брак у меня на таинстве исповеди это и говорим мы с ним беседовали а потом а у меня то все равно совесть тревожит ну как там же жена ребенок венчанный брак в общем она замуж вышла за другого тоже прелюбодеяние было как вот это все мы расстали значит не связаны уже там потом писание говорит что если не связаны ой если неверующая сторона желает развестись брат или сестра не связаны можно тоже с этим говорили не связаны в плане того что можешь развестись в этом связи нет но повторно жениться должна оставаться безбрачна это я просмотрел уже говорили на этом но однако же церковь благословляет эти вторые браки из-за чего на чтобы большего горя не было блуда может быть у него похоть дожгет а как она сейчас тоже она говорит я не могу без него жить как одна она тогда блудить пойдет по мужикам а это еще больше худшее зло так пусть и уж лучше я не знаю как бог будет судить таких прелюбодейка она или нет бог судья но мне те ее жалко эту девушку на ролике то в великом инквизиторе из братьев карамазов достоевского об этом говорит когда великий инквизитор то какие-то все говорят вы спасли малый господь а своих гордых а мы разрешим грех и спасем всех который выставил а тут уже пошли отклики на это где я разговариваю с этой душой и вот у нас четыре жены чтобы не согрешили то есть планка нравственности положено мужу грех до 4 это конечно понятно что это разврат уже четыре жены одновременно но когда говорит он уже пять лет уже не живет она уже с другим живет то есть если бы они не были венчаны то вы бы благословили ее брак я так понимаю написано остался без жены нищий жены вот образец а то начинает даже у баптиста по-своему вещает и не хорошо одному быть не хорошо нет и чему и говорите что иисус через апостола павла будет хорошо оставаться как особо то хорошо теперь по-другому там написано наполнять и мир наполнять землю то она переполненная каждый день умирает 70 тысяч от голода и доедания такая от абортов игнати тихонов еще больше умирают а аборт это блудники делают тоже с этим тоже как-то надо бороться и поэтому апостол парит лучше жениться нежели разжигаться дальше то продолжается если женишься не согрешишь эти законы которые даны для церкви зачем туда лепиться аборт это другое это вне церкви нас это совершенно не касается верующий никогда этого не делал то рожденное от бога не грешит ты же проходил первое послание и она и не может грешить даже в мыслях это не допустим а так-то за родителями ходил все внешне ходил ходила ходила она я и уводила за руку она со мной ходила причащалась а сейчас мужа не любит почему он как тряпка и все дело не участвовать и нужен крепкий мужик ну и познакомилась с кем-то вот такая история у меня на днях только меня спрашивать что делать ничего не делать только молиться она никакого отношения к церкви уже не имеет она уже выпала и отступись сказала отойди все вы наставите на своем наставить ты еще не добьешься во первых потерял совсем и кто тебе говорил там феминисты больше на эту тему не под каким видом не разговаривали не как но я закрылся я это понимаю да это бог да так она молится чтобы господь дал мне мудрости то есть она считает что я не прав в этом вопросе но на жизнь то показывает но я то какой учитель у меня у самого два развода я поэтому и она и меня и не слышит потому что но я раскаившийся блудник тоже это женщина где-то он уже покаялся уже давно все бог ему простил но простил то простил но дальше то прелюбодеяния тоже не не нужно делать где мы говорим об этом тема закрыта который не вопрос и ответы и выставка его заберу да как его название сделаем ну чтобы вы поняли сейчас сразу мне его назвать ни о чем не по непонятно подойдет протопты на то что везде по-своему делать не протопты на евангельское ставки непонятно рождение не под и него 1 поймет мы говорили о том что делает неправильно а то хуже будет она будет одна больше будет людей зачем тебе фантастика заниматься будет она не будет какая тебя разница все ты будешь там кормить его на своем настоят только то больше ничего любите любители спорить хватается за эту тему я никогда не буду спорить я сказал один раз отошел отношения мои здесь сохранились она думает так она ничего не приносит в общину эти никак она не не только заводить говорит а впереди у нее научения и какой-то от своей дочери вот и все никита михалков уж он как своей дочери там трестся она это жигурду который там уже несчет на счет так видите господь то как делать что дочь и это ленина приходят в храм как раз накануне этих разговоров просьба молитвы и такое чудо как бы перед этим она мне жалуется что дочь не слушается я плачу наказывать а как и 18-летнюю тоже вроде как поздно теперь дальше то телефон отключает разговаривать не за дождь и а вот против этого категорически против это абсолютно не годится работает в избе ребятишки спят у нас никогда не касалось это ребенок он все парализирует что такое телефон отключает маленький ребенок спит зачем он спит на молитву подними но надо вам прислониться к стенке сразу заснет как у нас отец спят на палате руку просунуть по ногам посчитает сколько им самаре на море до дома все они а мать стала кто-то больше плачет водородит а так валентина это моя сестра маленький было не на залезут по замарилась у меня еще знаете какая мысль убрал бы было вот писание говорит что вот из посторонних никто не смел представить пристать к ним то есть люди ну понимали то ли им стыдно было что вот они такие святые правильные то вот я переношу вот на наши молитвы то есть мы молимся вы открыто вас постоянно видео включено что вы там едите его все открыто и это людям импонирует это нравится здесь выйти на молитву я бы прошу братья сестры включите видео чтобы люди видели ваши бога и боязненное житие прославляться вашего немец какие у нас сестры голубки то красавицы хотя бы внешне я уж не говорю там и вы тоже это радуйте чтобы на свадьбе то хотя бы то прикройте этой груди то тоже сестра включает видео все платок как попало кофта вообще в обтяжку соски видно игру лучше бы не включала господи помилуй он потом замечание сделал оделась как бы я про марину говорю не не про не благодатская не знаю где-то бывает она на занятиях то она есть в интернете мне в одноклассниках там ролики скидывает постоянно ну да у нее по времени должно наверно совпадать она с какого города то ладно вопрос допустим как вы поддержите нет если допустим обязательное видео присутствия на молитве это не нужно вводить не в неплохо если только не будет вредно самому видео давайте тогда я так и напишу что на молитве только с видео но если будете тормозить я буду сам лично отключать то есть без видео то есть давайте такое правило введем что нельзя молиться без видео видео если как бы ну как то вот так то есть у меня поддерживаете в этом отношении обязательно так как говоришь чтобы никаких ников аватаров фамилия имя и фотография была и могли показать себя не просто по токарочку поставить раза два предупредите вы должны быть глазком веб-камера должна быть а скажет у меня нету поставить и каждый раз ему напоминать а скажет нету на что вы не хотите ну и дальше уже властью данной тебе закрой его и все на этом другом месте ищи правила наши никому не позволили нарушать это правило их напиши хорошо а тот играть не качает от кем кем там он перезвонил потом ким ким вам звонил или нет ким но помните тот раз вы говорите черный таким ким он у него была фамилия ким и звали его ким но потом не перезвонил вода которому вы говорили то что у тебя нету фотографий там вы когда астахова видео всплыла вы думали что этого но это не он был астахов потом согнал сознался значит он не перезвонил по голосу вроде расположены может он что-то нечисто да конечно может быть мы совершенно другой человек ладно на тихо спаси христос с богом да уж как после христос с богом будет о чем я этот ролик который сейчас беседовали суда суда скидь сразу